В деревне Жабкино для детей особых развлечений нет. И детская площадка – это один из уголков, где можно подвигаться, побегать, размяться на спортивных тренажёрах или погонять мяч с друзьями в специально построенной для этого спортивной коробке с современным прорезиненным покрытием. Эту площадку начали строить в 2014 году. За ходом строительства следил один из местных жителей Юрий Кушнер. В конце года зимой под снегом укладывали это покрытие, хотя мы людей предупреждали, что оно держаться не будет. Значит, весной 2015 года, когда снег растаял, на данной площадке было вот такое же состояние. Мы один раз посылали жалобу, обещали отремонтировать. Целый год прошёл, никаких не происходило действий. Жалобу на адрес кого? Ну, куда? У нас местная власть на тот момент была. Но и спустя год видно, что просьбы жителей деревни остались без внимания. А это видео нам прислали сами местные жители, уже после того, как 11-летняя Ксюша, играя на площадке с друзьями, сломала ногу, зацепившись за одну из дыр в покрытии. На кадрах видно, что площадка открыта, и дети имеют к ней свободный доступ. Стопа у меня была на земле, а нога у меня вывернулась. Все думали, что он у меня вывих, а оказалось, что у меня перелом. А скажи, сколько ребят с тобой играло тогда? Ну, человек 10. А вы знали, что площадка в негодном состоянии, на ней нельзя играть, она закрыта? Ну, она не была закрыта. А как вы туда попали? Через калитку. То есть калитка была открыта? Да. Теперь лето Ксюше придётся провести во дворе своего дома, а не бегая с друзьями на площадке с мечом. Уже после несчастного случая на калитке у входа появился замок и предупреждение о том, что заходить на территорию нельзя. В рамках рейда по детским площадкам в Жабкино приехали сотрудники Госадомтехнадзора. После осмотра территории ими были выявлены серьёзные замечания. Выявили несколько нарушений, требований, которые предъявляются к детским площадкам. А именно мы выявили порванное покрытие, сломанное сидение. Подход к детской площадке тоже неудовлетворительный. То есть это сразу несколько замечаний, несоответствующие стандартам, которые предъявляются к детским площадкам. Стоит отметить, что плиты для прохода на площадку местные жители уложили сами. Подход к ней просто отсутствовал. Кроме того, Юрий признался, ему приходилось самостоятельно окашивать траву около ограждений. Да и в целом заметно, что за состоянием детской площадки не ведётся должного надсмотра. По словам жителей, власти поселения обещали привести всё в порядок. К концу лета. Но у сотрудников Госадомтехнадзора иное мнение. Это недопустимо. Детские площадки строились за бюджетные деньги, которые должны работать для детей, для наших маленького поколения, которое должно развиваться. Мы это все прекрасно понимаем. И вот в обязанностях моего, как контрольного, мы смотрим на эту площадку и понимаем, что сюда власть не пришла. Естественно, есть замечания. Здесь надо полностью комплексы всё переделывать. Но устранение замечаний, как того требует начальник Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева, отведено ровно две недели, начиная с 14 числа этого месяца.